Такое на самарских дорогах встретишь не часто. Мотовездеход, который и по асфальту, и по грунту, и по воде перемещаться может. Необычное транспортное средство тормозят сотрудники ДПС. И не зря. На квадроцикле нет регистрационного номера у водителя документов на транспорт. За два года с момента покупки он так и не поставил на учет свой вездеход. В итоге эффектного вида транспортное средство продолжает путь уже не своим ходом, а на эвакуаторе на штрафстоянку. Водитель должен в данном случае сделать договор новый, соответственно зарегистрировать в установленном порядке его, полис ОСАГО сделать и после этого момента уже прийти на штрафстоянку, соответственно с полным пакетом документов забрать данное средство. Рейд под кодовым названием «Мотоциклист» инспекторы ДПС проводят неспроста. В этом году произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов и мопедов. Пять человек погибли, 47 получили ранения. Больше половины из этих аварий случились по вине водителей мототранспорта. И это при том, что по сравнению с прошлым годом таких ДТП стало меньше. Инспекторы связывают это в том числе и с холодной весной и дождливым летом, из-за чего и двухколесных коней на дорогах стало меньше. Рейд проводят с целями профилактическими. Призвать водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила. Мы ждем некоторый рост аварийности как раз в июле-августе, циклующего года, учитывая хорошую, ясную, теплую погоду. Поэтому проведение подобного рейда, в общем, направлено, прежде всего, на профилактику подобных погружений. У нас нет задачи каким-то образом закошмарить водитель мотоциклов. Мы относимся к закону послушным. Водителям с уважением всегда. В поле зрения инспекторов попал и Александр. Молодой человек железного коня оседлал только в мае этого года, но устанавливают его уже не в первый раз. К такой проверке документов молодой человек относится спокойно, считает повышенное внимание сотрудников ДПС только к лучшему, дисциплинирует водителей. Сам же ПДД не нарушает. Тем более, что мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности. Очень большая концентрация внимания требуется на управление мотоциклом. То есть, это не как на машине, нужно следить за всеми участниками движения, состоянием дорожного полотна и прочее. Такие рейды на самарских дорогах проводят регулярно. Водители уже привыкли к усиленному контролю, а эффективность рейдов отражается в статистике. Аварий с мотоциклами и мопедами стало меньше на четверть. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова